МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новгородского областного телевидения программа «Диалог» и я, ведущий сегодняшнего выпуска, Сергей Пухачёв. В Великом Новгороде 25 января в рамках открытых лекций по креативной экономике состояла встреча с экспертом в области венчурного финансирования и развития локальных международных стартапов Сергеем Хабаровым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Сергей! Да, приветствую! Мы произнесли столько ученых и страшных слов, что я прошу вас на гражданском языке объяснить, что такое венчурное финансирование. Ну, давайте, если достаточно в простой форме, да, то есть, ну, финансирование, понятно, то есть это предоставление каких-то инвестиций проекту, да, а венчурное, наверное, от слова венчур, да, предприятие. Предприятие, оно всегда несет в себе определенные риски, да, и, наверное, здесь я хочу сказать просто, и вы поймете более, и зрители поймут как пример, отличие там от банковского, да, финансирования, когда банк, в первую очередь, рассматривает заемщика как компанию с какой-то историей, компанию с активами, с залогами, да, и он рассматривает эти, как бы, инвестиции или там кредит, как достаточно рискованное, да, но понятное предприятие. Вот венчурное финансирование, это когда у проекта может быть только идея, или когда у проекта может быть только прототип, да, то есть... Есть стартап, то есть это вокруг стартапов, да. Еще нету тех активов, да, но есть команда, есть идея, есть какие-то планы, да. Но венчурное финансирование банки? Нет, нет, вот именно это и разница, то есть, конечно, для банка это там не позволительно с точки зрения там управления рисков, да, там, кредитного учреждения, да, есть, назовем их, ну, с одной стороны, есть некие финансовые институты, да, там, венчурные фонды, да, или же даже те же самые частные, так называемые, бизнес-ангелы, да, то есть частные люди. То есть, они приглядываются, где интересны идеи, туда вкладываются, да? Абсолютно, абсолютно. Но и велики вклады, то есть, как готовы рискнуть на идею? Это могут быть миллиарды рублей или долларов? Наверное, можно сказать, что вообще в венчурном финансировании есть так называемые этапы, да, то есть, есть идея, есть прототип, да, и всегда есть такое же понятие, или, например, есть уже работающий бизнес, да, который дает какую-то выручку и нужно масштабировать. То есть, бизнес, находясь на каждом этапе, соответственно, своей жизни, он, понятное дело, что он требует разных подходов, да, и разных денег, объема инвестирования, да? Скажите, пожалуйста, в таком случае, вот мне не терпится, я думаю, нашим телезрителям, вот на конкретных примерах, все-таки нас зацепила вот эта международная деятельность с нуля, и вот эти стартапы. Есть какие-то за последние пару лет в вашем поле зрения удачные примеры, и как они выглядят? Ну, конечно, безусловно, то есть, есть и локальные примеры. Я вот хочу сказать, что мне бы не хотелось называть конкретные все же названия, ну, дабы, во-первых, чтобы это не была рекламой, и, во-вторых, там есть, в основном, особенно, когда инвесторы работают с теми или иными стартапами, они подписывают так называемые соглашения конфиденциальности, да, до определенного момента, пока там проект не достигнет каких-то результатов, да. Но, тем не менее, я могу сказать абсолютно точно, что очень большое количество, особенно вот в определенных, да, там, сегментах российских стартапов, которые, например, там, в сегментах IT-разработки, там, разработки софта, да, то есть, очень много наших российских команд, которые работают на международном, на западном рынке, нету барьеров, да, вы понимаете, что вот вы разработали замечательный продукт, да. А скажите в скобках, авторское право как у нас? Вот я разработал, я придумал валенки, например, или что-нибудь еще. Не отберут ли идею ребята из этих фондов? Вообще, это очень правильный вопрос, да, там, как вы будете, в принципе, структурировать ваш бизнес, да, то есть, вот вы, так называемый фаундер, основатель этого проекта, вы придумали эту идею, и вы шли до какого-то момента самостоятельно, но потом вы почувствовали, чтобы делать какой-то дальнейший шаг, да, вам нужно все равно как не крути финансирование, да, чтобы, может быть, вашу идею масштабировать, потому что локально вы уже достигли каких-то успехов, да, то есть, а дальше вам нужны уже большие деньги, и вы идете в фонды, да, то есть, в принципе, фонду неинтересно, надо понимать задачу фонда, да, то есть, фонду не нужно, фонд это не бандит какой-то, да, там, чтобы взять, отобрать вашу идею, фонд не хочет управлять вашей идеей за вас, это не нужно фонду, фонду нужно единственное, да, это получить максимальную доходность на свои инвестиции, да, то есть, заработать деньги, но бывают разные ситуации, да, там, когда фонд начинает немножечко с точки зрения корпоративного управления вмешиваться, Я же как автор претендую на львиную долю прибыли? Ну, тут вопрос даже не львиной доли, да, то есть, вы как фаундер, да, основатель, вы, например, привлекли фонд, да, была какая-то оценка вашей компании, ну, давайте для простоты, скажем, там, вашу компанию, там, оценили в миллион долларов, да, там, вам дали, например, 100 тысяч долларов инвестиций, да, там, получается, что при такой оценке фонд получил 10%, да, и с точки зрения 10% фонд, он, ну, с одной стороны, это называется такой sleeping partner, да, то есть, спящий партнер, то есть, он просто как вот некий портфельный инвестор, да, то есть, он просто знает, что есть инвестиция в портфеле, и, конечно же, фонд, сейчас еще одно модное слово, умные деньги, да, то есть, фонд собирает свой портфель определенным образом, да, то есть, он не просто раскидывает деньги по тем сегментам, которые там ему, ну, или по тем проектам, которые ему просто там показались интересными, он, как правило, собирает какую-то там вертикаль, да, там, например, мы работаем там только в медицине, а почему в медицине, почему вы инвестируете в медицине, а потому что мы ее очень хорошо понимаем, потому что мы можем вот этим основателям, да, проектов помочь, дать дополнительную помощь, которую, соответственно, поможет проекту еще больше вырасти, так сказать, дать какую-то индустриальную там экспертизу, да, вот, поэтому я бы сказал, что фонд это больше как помощник, то есть, он поверил, вы в одной лодке, вы там плывете, да, там, в светлое будущее, вот, бывают ситуации, конечно, безусловно, и они часто бывают, так называемые, там, корпоративные, да, там, некие проблемы и так далее, когда, например, фонду кажется, что там фаундер, основатель потерял интерес к бизнесу, да, идея оказалась ошибочной, идея оказалась ошибочной, и, конечно, там начинаются какие-то разговоры, и все тогда начинают обращаться уже, а что мы вообще подписали, да, а какие там условия, а условия там, как правило, готовят сами фонды, да, то есть, юристы фондов, там 50 страниц и мелким шрифтом, да, и оказывается, что на самом деле фонд имеет право просто уволить, да, там, генерального директора, вот этого фаундера, да, ну, то есть, очень много примеров, поэтому, конечно, эти случаи есть, я знаю конкретные случаи, которые... Скажите, вот у вас сказано, что, ну, вы сами сказали, нет границ и так далее, но почему-то, когда утекают мозги, или я не прав, зачем утекать, если нет границ? Ну, тут, вы знаете, они как утекают, вы имеете в виду мозги за рубеж, да, то есть, это такой, ну, некий тренд, вот, все говорят, там, утекают мозги, а я знаю, например, совершенно другие... Что притекают, да, что притекают, да, то есть, это как такое обращение, там, воды, да, то есть, из пара и так далее, да, то есть, ну, тут я знаю замечательных ребят, которые приезжают в Россию, потому что они понимают, что, ну, если брать там даже не только именно Россию, а вообще вот все быстро растущие рынки, что здесь интересно, что здесь очень много возможностей... Чистое поле. ...потенциал, чистое поле, а вот попробуй вот сейчас, например, на рынках, которые уже достаточно, знаете, люди плечо к плечу сидят, да, то есть... Попробуй вывоткнеть, да. Очень сложно, очень сложно, а здесь, пожалуйста, если, например, у человека... Вот, кстати, очень частый кейс такой, когда человек уезжает, например, на Запад, и я считаю, что это совершенно нормально, потому что только там ты понимаешь немножко более глобальную картину, потому что тут человек работал, ну, например, только в России, там он уже занимается более глобальным рынком, да, тут он там работал в интересах 140 миллионов, там, россиян, да, например, там он уже для него, вот, рынок его потенциальный, это, например, уже миллиард человек, да, и, конечно, там больше возможностей, но зачастую люди с опытом, с международным опытом, они опять возвращаются, да, с какими-то новыми подходами, с какими-то новыми инструментариями, да, которые они там получили, вот с этими самыми кейсами, да, они возвращаются сюда и запускают проекты отсюда, потому что, ну, вот я не знаю, ну, на самом деле, Россия это то место уникальное, где, а мы вот, кстати, и я лично сталкивался с такими проблемами, как, а попробуйте вообще найдите, наймите команду в Европе, это очень тяжело, ну, во-первых, нету специалистов, а во-вторых, там, например, я совершенно там знаю отличный проект, который сидит во Франции, сидит во Франции, и поскольку на французском рынке они не могут найти там просто элементарные позиции закрыть, они уже там пытаются найти этих специалистов в Германии, в той же самой России, там, где-то из Белоруссии, то есть, понимаете, да, то есть, а в России замечательные кадры, то есть, институты, очень много специалистов, людей. Сергей, я должен на секунду вас прервать, чтобы напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас Сергей Хабаров, специалист по венчурному финансированию и прочее. Предположим, что вот я изобрел, ну, условно говоря, лекарство против рака, да? Вот я, во-первых, не знаю, насколько я, ну, опробовать мне трудно, помните, у Горького там мужик-то с трубой пытался вылечить его заболевание в какой-то из пьес, да. Так вот, как бы, кто оценивает качество, вот моего, допустим, лекарства, и куда мне, с чего, куда мне вообще кинуться? Вот такую таблетку номер шесть. Ну, вообще, если брать медицину, да, то это та самая, вы выбрали ту самую индустрию, где, наверное, критический вот этот вот оценщик – это время. То есть, очень интересный рынок медицины, но он очень сложный, да, то есть, вот барьеры входа на этот рынок, они очень высокие, потому что это связано, в первую очередь, со здоровьем человека, вот. И, конечно же, на многих рынках, просто с точки зрения медицины, вот говорю, есть очень сильное регулирование, да, а если брать любой другой рынок, да, ну, вот IT-технологии, да, то это, наверное, уже вопрос, а как вообще свою, вот есть идея, возможно, есть какой-то прототип? Я вот в этот прототип верю, да, я думаю, что вот это то, это проект моей жизни, да, то есть, я сейчас им буду заниматься, и он там, я не знаю, там, станет таким следующим фейсбуком. Так, так, первый шаг-то какой ваш? Вот вам нужно, прежде чем, да, потому что вот есть два пути. Первый – то, что вам не надо делать, и то, что, наверное, скорее всего, вам нужно сделать. Первый шаг – это вот есть люди, которые, они фундаментально уходят глубоко в подготовку этого продукта, там, тратят 2-3 года, там, начиная от сайта, все должно быть идеально. Вот это неправильно, да, то есть, тратить 2-3 года, потому что рынок, он очень быстрый сейчас, стремительно все меняется, вот вы начали делать сегодня, а завтра это уже не нужно, да, поэтому любую идею надо очень быстро протестировать, вот очень быстро протестировать, да. И вот этот инструментарий, его нужно знать, в зависимости там от разных ниш, индустрий, да, есть совершенно там понятные инструменты, как свою идею быстро протестировать и понять, оно вообще нужно, да, там, этот продукт, он вообще, он кому-то нужен, Или, например, да, нужен, да, окей. А этот продукт, его будут покупать, там, я не знаю, за 100 долларов? Нет, не будут, дорого, да, потому что он очень подвержен, да, вот, ценовым каким-то. А за 50 будут? За 50 будут. А у меня это только себестоимость, да, 60. Ну, очень грубо, конечно, да, но вот можно на начальных этапах, в принципе, быстро. И вот есть, так называемые в России, акселераторы, инкубаторы, которые, в принципе, да, это вот те, как раз, организации, которые работают с вот компаниями, которые на достаточно таком начальном этапе, которым нужно еще немножко помочь. Помочь, протестировать идею быстро, эффективно, да, там, дать немножко денег, вот, чтобы эту идею протестировать, если, собственно, всем кажется, что он будет. Ну, именно оплатить? Возможно, даже оплатить, да. То есть, брать кредит или где-то из своей дороги. Ну, акселераторы в основном, вот есть, например, несколько акселераторов, да, там, ну, вот, как я знаю, в России, да, опять же, не буду говорить специально их названия, чтобы это не была рекламой, да, но я думаю, что там достаточно просто найти, да, то есть, если им нравится ваша идея, если им нравится, там, ваша команда, они говорят, ну, давайте, вот, есть у нас программа, да, например, запускать раз в год такую программу, вы сейчас к нам приходите, мы вам, вот, у нас есть менторы, мы вам вообще поможем. Если вы, вот, проходите вот это обучение, там, например, ну, оно идет, там, два месяца, три месяца, мы вас переводим на следующий этап, где уже дадим денег на, там, создание прототипа. Например, это как идея. А не развод это вообще? Ведь такого рода обучение, ведь любые сейчас, ищут, когда ищешь работу, да, приходишь в фирму, говорят, вот, заплати за обучение, а там погляди. Нет, они в основном бесплатные, то есть, акселератор, да, задача акселератора, кстати, это такая, наверное, история, которая пришла с запада, потому что на западе, да, то есть, это те инструменты, которые помогают выращивать, ну, как акселератор, выращивать бизнес, да. Это то, что еще неинтересно венчурному фонду, потому что венчурному фонду уже нужен продукт. Мы не хотим, там, инвестировать просто в команду или, там, за красивые глаза, мы хотим, но есть огромная ниша интересных идей, интересных ребят, интересных каких-то, там, разработок, да, на бумаге, возможно, да. И, соответственно, конечно, этот, там, сегмент, он, там, в основном закрывается либо какими-то, там, бизнес-ангелами, которые просто, вот, на уровне верю-не верю. — Скажите, Сергей, а вот идей-то вообще много, ведь никто иной, как Эйнштейн, по-моему, говорил, что у него две-три удачных мысли за всю жизнь. Вот много таких идей-то или это есть ложные, пустяковые, вот таких по-настоящему? Вообще Илон Маск может считаться, ну, как бы образцом стартапов и вот развития собственных идей? — Ну, наверное, давайте так скажем, если вот конкретно про Илона Маска, да, то есть, ну, нужно прочитать его биографию, да, и понять, что есть некая, там, личность, индивидуальность этого человека, да, такого некого мечтателя, который, там, он, притом прошел, наверное, люди в основном знают его с точки зрения успеха, да, а многие его проекты, они, ну, так вначале не казали. — Ну, он очень быстро сделал свои первые два-три миллиона и потом начал вкладывать туда, куда ему верить. — Ну, в том числе, да, но у него были и, скажем, минорные моменты в его карьере, тем не менее, наверное, действительно, Илона Маска сделал себя как вот некий бренд, потому что он не боялся мечтать и не боялся, знаете, как вот, если сказать про него, аналогия такая метафора, что чем больше цель, тем сложнее в нее промахнуться, да, то есть, притом, я ее не совсем разделяю, но вот как раз те самые люди, как Илона Маска, они вот, они могут это сделать. — Но он, по-моему, обошелся без всякого венчурного финансирования. — Нет-нет, там, поверьте, то есть, там было достаточно много инвесторов, очень много инвесторов, и как раз у него было много сложностей. — Я читал подробную его биографию, как будто бы он вкладывал собственные деньги, ну, не стану спорить. — Нет-нет, как раз он вырос на инвесторские деньги, и даже, собственно, вот в его проектах, ну, там, Falcon, да, ракетстроение, там, Tesla. — Это вот последнее уже. — Да-да-да, то есть, там тоже, там у него, в принципе, есть инвесторы, потому что своих денег, конечно, при таких крупных проектах не хватает. — Я одно хочу понять, вот, стоит ли заморачиваться, вот, молодому человеку, или лучше ему пойти в ларек, или, правда, посидеть над компьютером. Вот вы нарисовали какую-то картину, такую, достаточно длинную, и такую, ну, как бы, суетливую. — Жизненную, жизненную. Длинную, суетливую, да. — Неужели как-то по-другому быстрее? Вот раньше человек сделал рациональческое предложение, а то изобретение, пошел в контору, зарегистрировал, вот и все. — Ну, я, наверное, скажу так, что понятное дело, что не все могут быть предпринимателем, да, то есть, я слышал такой диалог, что кто-то говорит, вот, предпринимателем может стать каждый, да, то есть, это как каждый может научиться играть на фортепиано, там, например. Кому-то нужно просто для этого, там, год, кому-то, там, 10 лет, но, наверное, вот тем самым Элленом Маском может стать только человеком, у которого это в крови, да. — Ну, 10% всего над населением. — Невозможно, если не 0-0-1, да, то есть, невозможно научиться тому, что в крови, да, хотя, конечно, базовые принципы предпринимательства можно получить. Я знаю замечательных людей, которые делают изумительную карьеру с точки зрения, находясь в каких-то структурах, то есть, это не предпринимательская деятельность, да, но это карьеры просто в каких-то корпорациях, организациях, в ГОС, в том числе, да, там, каких-то вертикальных властей, это тоже карьера, да. — То есть, белые воротнички, синие воротнички. — Разные воротнички, разного цвета воротнички. И я вот хочу сказать вот что, вот это, мне кажется, важно, я это сам, наверное, только начинаю понимать, да, потому что, например, спросите у меня это, там, 5 лет назад, я вам сказал бы совершенно другой ответ, что лучше всего заниматься тем делом, которое, вот, оно действительно, ты думаешь, что оно важное, оно твое, не нужно гнаться в краткосрочном перспективе с деньгами, да, то есть, не нужно искать тот бизнес, и вот многие говорят, а вот какой бизнес открыть, какой товар закупить, да, там, какой, там, вот, какой там проект открыть. — То есть, хочется им сказать, ну, откройте банк, и они все не удовлетворены этим ответом, потому что, ну, как банк, да, ну, это, как, вы знаете, 36,6, средняя температура по больнице, да, вот, то есть, не бывает, к сожалению, чудес, да, то есть, все стоит за трудом, за пробами, ошибками, за какими-то неудачами, нормальный, хороший предприниматель, он должен несколько раз, как говорят, в своей жизни потерять деньги, да, там, обанкротиться. — А кто же, да не баскали три раза банкрот? — Как вариант, да, то есть, понимаете, да, то есть, получается, что это тот путь, и если вы пришли только ради заработка денег в этот сегмент, то получается, что вот первая неудача, и вот вы все, как бы свернули лавочку и вышли. Но если это то, что вы считаете целью вашей жизни, это то, что вот вообще это ваше, вот, например, я не знаю, если там человек танцует, ну, такой пример, потому что совершенно недавно про стартап, да, как раз, ребята там танцевали на каких-то международных, там, фестивалях занимали какие-то места. — Ребята там, я не знаю, 18 лет, очень молодые, придумали, а почему мы вот с точки зрения предпринимательства открыли одну школу, потом вторую, третью, там, 25 школ, потом открыли по всему, нашли финансирование, нашли, там, открыли школы по России. Вот вам бизнес, и они этим занимаются, потому что это вот, это то, что их. — Великие танцоры, Красавин и Нежинский пытались организовать собственные танцевальные школы, ничего не вышло, а вышло только у Тягилева, да и то до определенного предела. А, Сергей, последняя минута, я не знаю, поняли наши телезрители, что надо, ну, как бы думать головой, мотаться со своими изобретениями и так далее, и так далее, но может быть, помните, дядюшка Морквена трижды разорялся, и трижды вставал на танки. — Да? — Да. Поэтому, ну, Бог даст, Бог даст, что из тех, кто слушал вашу лекцию, найдется хотя бы один, который преодолеет международные и разные другие барьеры. — Да. — Спасибо. — Спасибо большое. — Спасибо вам большое, спасибо, дорогие друзья, с вами был «Диалог», смотрите нас по будням в 19.20. Всего хорошего.